Сотрудники Дорожной патрульной полиции Алматы разоблачили группу воров, промышлявшую квартирными кражами. Злоумышленников полицейские заприметили в частном секторе по улице Добролюбова в Медеутском районе. Неизвестная троица, перепрыгнув через забор одного из домов, насторожилась появлением полицейских и поспешила скрыться с места преступления на своём автомобиле марки ДНК-7. Пресекая противоправные действия подозрительных мужчин, патрульные предприняли попытку остановить скрывающееся транспортное средство. Однако беглецы их законным требованиям не подчинились. Создавая аварийные ситуации, они пытались скрыться. У производственной базы машина фигурантов была полицейскими блокирована. Тогда подозреваемые бросились в рассыпную. Один из трёх предполагаемых преступников был задержан патрульными по горячим следам. Личность ещё двух беглецов уже установлена. Полицейские рапортуют, что все задержанные ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе и за имущественные преступления. В первые минуты предварительного расследования было установлено, что незадолго до разоблачения злоумышленники путём отгиба оконной рамы проникли в дом 64-летней пенсионерки и завладели её имуществом. К слову, скрываясь от преследования, фигуранты также пытались избавиться от главных улик, выбрасывая с окон автомашины похищенные вещи. Сорокалетний мужчина погиб в результате пожара, имевший место в одну из квартир восьмиэтажного дома в микрорайоне Коктем. Как стало известно, загорелась кладовая квартира, что на четвёртом этаже. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров. И тем не менее, без жертв и пострадавших не обошлось. Пожилые хозяева квартиры в срочном порядке были госпитализированы в 12-ю городскую клиническую больницу. Увы, их сын скончался, несмотря на усилия медиков спасти ему жизнь. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления гарью. Также установлено, что в кладовом помещении домочадцы хранили свои вещи. Причина пожара уточняется. В половине шестого вечера на пересечении проспекта Абая и улицы Фурманово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины марки Toyota Camry. Иномарка следовала в западном направлении. Пересекая Фурманово, её водитель не справился с рулевым управлением и совершил наезд на чугунный оградительный забор, опору рекламного щита, а также дорожный знак. Пока по неподтверждённой версии мужчина, управлявший Тойотой, находился в состоянии алкогольного опьянения. Между тем, никто из участников дорожного движения не пострадал. Под утро один из жилых домов, расположенных на пересечении улиц Аблайхана и Жамбыла в Алмалинском районе Алматы, был охвачен огнём. Точнее, горела крыша трёхэтажного строения. Первыми запах гари и едкий дым почувствовали местные жители. Они-то и забили тревогу. Спустя минуты с огнём боролись сразу три расчёта района противопожарной службы. Параллельно сотрудники дорожно-патрульной полиции эвакуировали жителей всех квартир. Спустя несколько часов очаги возгорания были ликвидированы и локализованы. Причина же пожара пока неизвестна. Она будет установлена после специальной проверки. Следственные подразделения Алматинской полиции. Уголовное дело по факту серии мошенничеств, совершённых этой женщиной, направили в суд. Напомним, гражданку Белоусову, промышлявшую аферами, в сфере банковского кредитования стражи порядка разоблачили в мае этого года. Ссылаясь на влиятельные связи в банках второго уровня, женщина обещала потенциальным клиентам содействие в получении безвозмездного потребительского кредита. В ДВД уточнили, что сегодня количество потерпевших составляет 15 человек. Внимание, розыск! Управление внутренних дел Медеусского района разыскивается без вести пропавший Нуржумаев Шамильбек Дауренула, 1993 года рождения, который 12 декабря 2012 года ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся. Приметы разыскиваемого азиатского типа лица, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы тёмные, короткие, глаза тёмные. Убедительная просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Шамильбека Нуржумаева, сообщить по телефону 254-48-02 и 8-702-897-93-86. Отделом криминальной полиции УВД Медеусского района устанавливается местонахождение без вести пропавшей Очкасовой Анны Юрьевны, 1986 года рождения, которая 17 июня 2009 года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Приметы разыскиваемые европейского типа лица, рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы тёмные, короткие, глаза светлые. Убедительная просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Очкасовой Анны, сообщить в полицию по телефону 254-48-40 и 8-701-505-54-58. По данным Центра оперативного управления Департамента внутренних дел Алматы, за минувшие сутки в городе были зарегистрированы 104 преступления и происшествия, 54 из них раскрыты по горячим следам, в том числе одно убийство, два изнасилования, семь грабежей. 61 кража чужого имущества, семь хулиганств. Зарегистрированы 10 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, ещё 12 травмированы.